Дорогие друзья, это новый выпуск по Кашаяль, нахожусь я на основном аккаунте, и вы знаете, после того, как мой аккаунт был под риском бана, я стал на него чаще заходить. То ли мне его стало вдруг жалко, то ли я хочу просто наиграться перед его баном, я не знаю. Но мне реально прям захотелось в глобале разными деками, просто у меня прокачка фул практически все карты. И это огромная возможность играть абсолютно разными деками. Сегодня я хочу поиграть с лавой. Я, наверное, меньше всего играл с этой декой. И, ребят, на самом деле я уже переиграл много разными деками. Напишите в комментариях, какой бы декой вы хотели бы видеть мои онлайн-катки у меня на канале, на моем аккаунте. Ну, может быть, у вас какая-то дека вот есть, да, там на примете, но вы не можете ее взять по той причине, что у вас просто прокачка слабая. Вот, ну и, собственно, напишите в комментариях, если мне эта дека, ну, понравится, я возьму ее в следующий выпуск. Возможно, вам будет интересно посмотреть, как с ней сыграю я. Буду рад, если поддержите видео лайком, подпишитесь на канал. Я не знаю, насчет кубков, ребята, кстати, у меня проблема. Я думал взять 5500, но для меня даже 5200 оказалось задачей. В общем, ну, не хватает у меня времени поднимать кубки, потому что на выходные я уезжаю, а до конца сезона осталось 2 дня. Уж извините, но в этом сезоне я 5500, скорее всего, не успею. Но если аккаунт до следующего сезона не забанят, то, естественно, будем стараться апать все выше и выше. Но, честно говоря, я уже, мне кажется, свой предел по кубкам взял. Это 5800 и то мне так было сложно, что, я не знаю, 600 для меня это, наверное, нереальная цифра. Но я, естественно, ну, буду держать как цель. Но дойду я или к ней, когда я дойду и вообще дойду ли, это я не знаю. Поэтому будем нашлазаться прокачкой моего аккаунта и играть с разными деками. Вот такая вот колода у меня с лавой. Поехали в бой, посмотрим, что получится. Если, вот, сразу у меня, ребята, к вам просьба. Кто давно играет лавой, кто шарит с ней играть, вообще шарит играть. Посмотрев мои атаки, даже если я выиграю, либо проиграю, напишите мои ошибки, где нужно играть по-другому, что нужно делать против той или иной деки. Я буду стараться исправляться и буду стараться учиться разными деками играть, а не только так, как я умею там, ну, не умею, а играю только с големом, да. Так, давайте выбросим лаву. Банда гоблинов, это что такое с ледяным големом? Может, кладбище какое-то? Так, выбрасываем лаву. Слева сейчас заход готовится. Ага, это Хок, я понял тебя. Так, здесь банда гоблинов. Сейчас будет Заб и Мегамуху, наверное, еще надо. Потому что там еще летучие мышки выжили. Так как он потратил Заб, я солью трех миньонов. У него, по идее, мышкетер должен быть. Ммм, а, три мышкетера, даже так. Блин! Давай, 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 стой, стой, стой на месте. Отлично, по всем попал. Замечательно. Так, ну все, в принципе, проблем нет. Интересно, кстати, три мышкетера с Хоком. Я давно этой декой играл. И помню, первые 5500 кубков, по-моему, я взял декой Хок плюс три мышкетера. Хочется, ребята, какую-то новую деку. Хочется что-то интересное придумать. Но, не знаю, я уже много чем переиграл. Чем бы вам было интересно смотреть? Вот, напишите, какой вам декой реально было бы интересно, чтобы я играл. Я буду стараться ей научиться. Буду пытаться более-менее, чтобы, ну, не просто на любительском уровне, а чтобы более-менее реально тащить. Ну, просто жесть. Вы посмотрите, как у него получилось сделать заход. Просто. А у меня не получилось задефать. Вот как так? Да. Так, давайте миньонов закинем. Так. Блин, печально, на самом деле. Вот так легко. Вы понимаете, что это все жопа. Короче, я забиваю на деф. Блин. Сборщиков все больше и больше. Закидываем шарик. Ордомух еще, блин, мешает, конечно. Тут банда гоблинов. Блин, как бы сейчас хорошо фаербол залетел. Это просто, блин, боль. Так. Фаер. Отлично. Зап. Минус башня. Прекрасно. Еще минус сборщик. Это просто, это просто замечательно, друзья мои. Так. Теперь вопрос. На три короны его выносить или на две? Наверное, буду на три. Ой, на две. Так. Оу-оу-оу-оу. Полегче, полегче. Тихо. Мужик, ты че? Ты че угомонись? Зачем так жестко-то? Капец. Ордам миньона у меня сильно смущает. Потому что мне реально очень трудно ее останавливать. Только фаером. Ить, ить, ить. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот тут сейчас выбрасываем шарик. Но будет орда мух, поэтому... Ой, он выбросил орду мух не там, поэтому есть шанс затащить. Давай-давай-давай-давай. Ух, давай-давай, шарик. Вау, просто капец. Я не ожидал выиграть. Я уже думал, ну пипец просто. Не повезло опять. Я просто до этого с лавой играл. И просто было как-то мега сложно. Я много че не понимаю с лавой. Блин, класс, затащил. А знаете, в чем его ошибка? Он выбросил орду мух на лаву. Не надо было делать этого. Потому что лава много бы урона не несла. Надо было ждать шарик. Если бы он это запредиклил, то я бы ничего не сделал. Уж поверьте. Поэтому напишите в комментариях. Я уверен, что я играл неправильно. Вот когда на меня была атака с хогом, ледяной голем и эти летучие мыши, я ничего не мог сделать. Просто как-то он меня реально пропушил. Может не стоило лаву выбрасывать? В общем, напишите эти моменты, чтобы я понимал. Это опять-таки, если вы реально умеете играть с лавой, а не просто советы давайте... Не, хотя давайте и просто советы, если вы думаете, что я вот сделал не так, а надо было так, я почитаю. Вот, и посмотрю. Так. Очень интересно. Поизон с тараном. Я такой деки не знаю. Ой, хорошо, что копейщики за лавой. Да? Да? Да, отлично. Так, лучницы. Закидываем шарик. Если у него там еще, блин, что-то есть по дефу... Оу. Ну, вы поняли... Не, я не знаю. Капец. Лоу. Вот так вот легко задефал этими генераторами. Прикольно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это, походу, пека. Пека-таран. Я понял. Ну, слушайте, вообще... Вообще, я должен выиграть пеку. Но если бы у меня были стражи вместо банды гоблинов, было бы маленько попроще. Так. Давайте готовим таран. Ой, готовим надгробие на таран. Так. Сагрится? Сагрится. Отлично. Ха-ха-ха. Пойзон кривой. И, мне кажется, лишний. Сейчас должны мы нанести побольше немножко урона. Забрасываем шарик. Ой, кстати... А, не, нормально, нормально. Так. Ну, в этот раз шарик долетит. Сто процентов. Тут три миньона. Ну, его ошибка. Я знаю его ошибку. Он выбросил... Ну, не надо ему позин выбрасывать было. Зачем он просто так сливал позин? Я ведь надгробим всю его атаку задефал. Вот. Если бы он не сливал, у него был бы эликсир на мини-генераторы. Соответственно, я бы, наверное, так легко вышку не забрал. Поэтому опять обращаюсь к супер-игрокам и советчикам по поводу, как играть с лавой. Ну, я реально нуждаюсь в этом, потому что... Ну, как нуждаюсь? В советах правильных. Потому что с лавой реально не знаю. Поэтому совет мне пригодится. Ваш. Ой, как хорошо бандитку. Блин, тих-тих-тих-тих. Ах, ну ладно, ничего страшного. Так. И вот так. Ой, блин. Зап. Тихо. Отлично. Ну все, это победа. Да, против пеки. Почему-то не поставилась надгробие. А, мы еще вышку не забрали. Ну, в принципе, я думаю, что он не заберет мою сторону. Мне так кажется. Оп. Тут миньончики. Да. Да, даже если бы забрал, я бы в любом случае, думаю, правую башню как-то бы добил. Отлично. Еще одна каточка. Победная. Неплохо. Ну, поехали. Последний бой сыграем. И, в принципе, на этом буду выпуск завершать. Прикольно играть с лавой. Ну, жалко, что я не умею. Ну, хотел бы научиться. Я, блин, смотрел, как люди играют с лавой. Это просто кайф. Когда вот летит шарик. Вот, когда я играю против лавы, я просто офигею как... Ну, вот, в принципе, тут уже... Тут мне уже, ребята, и так понятно, где я затупил. Это фиаско. Вот в таком положении уже трудно выиграть. Вот просто какого хрена у него валькирия в деке? Вот как я с вальки... Вот как я задефаю валькирию над гробием бандой гоблинов? Вот у меня, как назло, нету... Не было мега миндиона. Не было трех миндионов. А у него, как назло, каким-то чудом там валькирия появилась в деке. Ну, редко встретишь такое, что хок с валькирией на таких высоких кубках. Меда-деки исключают эту карту, ну, валькирии нету в деке с хоком. Я редко замечаю, там, ледяной голем, да, присутствует. Это редко, что ты встречаешь валькирию, да, еще такую связку. И, как назло, у меня не было чем задефать. Но, просто... Это просто, когда ты сильно успешный... Ой, сильно такой везучий по жизни. Так, ладно. Боже, еще под рейджем, капец. Что? Чем он будет дефать? Стрелы. Окей. Шарик слева. Что ты на это скажешь? Готовим зап. Ну... Тычку хотя бы одну. Нормально. Так. Ну, все равно у меня ситуация похуже, пацаны. Потому что... Он больше нанес... Я хоть и забрал вышку, но он побольше урона нанес справа. И сейчас за заход может снести башню. Не надо как-то... Это... Пред... Предра... Предва... 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 Господи, я это слово никак не научусь выговаривать. Предва... Я помню, я нашел, как оно произносится. Пытался... Боже. Забейте. Предра... Боже. Ну, помните, до стрели, я... Не мог это слово выговорить. Это просто жесть. Так, еще одно надгробие. И минус хок. Отлично. Так, сейчас готовим фаерболл на миньонов. Надо успеть. Тыц, отлично. Так. Банда. Эх, это банда. Давай, давай, давай. Спасай, 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 банда. Тут надгробие. Так. Ну, все, он не успеет две башни забрать. Вау, у него еще фриз был в конце. Это нежданчик. Сбрасываем фаерболл. И... На три короны выносим. Да я просто мастер играть с лавой. Ну, это все шутки. Да, только что до этого у меня был дубль. Я вообще не смог затащить. Проиграл Маркире. По-моему, трем мушкетерам. Ну, короче, не важно. На видос получилось как-то более-менее. В общем, ребят, пишите в комментариях, какими еще деками поиграть. Советуйте мне что-то. Ну, и я думаю, еще знаете, что возобновить? Возобновить рубрику, где Кристалл учит нас играть в Клэш Айаль. Чтобы, ну, для себя некоторые аспекты по колодам вынести. Попробовать разными деками научиться. Я бы хотел какой-то дека реально прям тащить. В общем, подписывайтесь на канал, ждите. Я думаю, что в скором времени, когда закончится сезон, появится много разных новых видосов. Новый проект запущу, если у меня все получится, вот как я планирую. Этот аккаунт постараюсь оживить, гемы минус вывести. В общем, подписывайтесь, ждите. Желаю вам удачи. Всего хорошего. До новых встреч. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok